Сразу хочу отметить, что в своем блоге и социальных сетях я никого ничему не обучаю. Я просто делюсь своим собственным опытом и той информацией, которую я переработала, переняла, приняла и внесла в свою собственную жизнь. Произошло это чисто случайно, и после того, когда мне люди уже сами начали говорить, что мои советы являются действенными, и после того, когда мои друзья, товарищи, знакомые получили конкретный, весомый и даже материальный результат. Ведь для меня это главным всегда было. Мне не важно было смотреть на свой собственный результат, на свои собственные какие-то действия. Мне всегда важно было, чтобы люди, с которыми я контактирую, которые со мной контактируют, получали результат. И я даже не поняла, когда это произошло, и что это произошло все-таки так, как я и хотела. И когда я это все уже осознала, мне пришлось пройти через следующий этап принятия. Он у меня не удавался, хоть и на тренингах меня, как котенка, тыкали в результат и пытались показать мою все-таки возможность в достижении каких-то целей. Потому что я всю жизнь, начиная с 13 лет, со скрежетом в зубах, двигаюсь к осознанной и счастливой жизни. А все это произошло потому, что именно в то время у меня жизнь разделилась как будто бы на две категории людей, которые меня любили, которые меня ненавидели по каким-то причинам. Но в то же время вот эти, которые ненавидели, они делали все, чтобы втереться в доверие, чтобы увидеть, что я с открытой душой к ним отношусь. И потом больно предать, ударить, завидовать, всадить нож в спину и желать моей смерти. Разочарование в людях, конечно, бралось вверх, потому что вот эта категория очень сильно меня надломила и поломала. Но в тот же самый момент я попадала в другую вот эту категорию людей, где меня как-то любили, и которым я могла быть полезной своими собственными советами. Они как нельзя мудрыми оказывались. И в то время даже я помогала спасти семьи от развода, хотя сама еще не была и близко замужем, и не знала, как правильно, в принципе, взаимодействовать с супругом или супругой. Рана начала в общепринятом понятии работать, и работать над собой тоже начала рано. И, в принципе, не останавливалась никогда не там, не там, на достигнутом. И получалось всегда помогать родственникам, знакомым материально. Проанализировав все это, я решила вести блог, который посвятил саморазвитию личностному росту. Моя цель, чтобы вы выжили из себя максимум своих возможностей и познали свои внутренние скрытые кладези. На своей странице я пишу только голую правду о пошаговой перепрошивке сознания. Рассказываю, как обстоит все на самом деле, в чистом виде, и основываясь только на своем личном опыте. Если вы видите какую-то теорию, методику, либо практику, это означает, что я ее уже испробовала, получила результат и рекомендую ее уже вам. А ваше дело воспользоваться этим или нет? И да, мне уже 30 лет, в принципе, немало. Я довольно-таки упертый козерог, который рожден в знаке Скорпиона и в довольно противоречивый период, связанный с травлей, гонениями, преследованиями. По воле судьбы уже с 14 лет я полностью начала обеспечивать себя сама. По своей сознательной жизни я двигаюсь счастливой, осознанной жизнью со скрежетом в зубах. И как раз-таки через боль, предательство, травлю, зависть, гонения. В общем, прошлось пройти через все то, что пророчили звезды. И если говорить о радужной точечке, то это была, наверное, пятница, в которую я родилась. И она была, наверное, мне дана, чтобы смягчить этот сложный жизненный полет. Этот девять находился под эгидой Венеры, таинственной, загадочной и светлой планеты. И вот, видимо, благодаря вот этим вот всем химическим каким-то соединениям и многолетним поискам хотя бы маленького местечка под солнышком и своего личного предназначения, я научилась людям пошагово перепрошивать мышление, программировать на успех, влюблять и провоцировать на саморазвитие, помогать в становлении и развитии. Причем, совершая много шагов, стала совершенно каким-то другим человеком. Живу душой, но в своем мире. При этом постаралась, конечно, и подарила друзьям четыре дома, три автомобиля С-класса, четыре семьи спасла от развода. Трем подругам помогла из провинции перебраться в крупные города. Себя и дочь я постаралась все-таки и спасла от семейного рабства без взаимопонимания и простого счастья внутри. И знаете, как бы меня не предавали, как бы не всаживали ножи в спину, я продолжаю двигаться и любить жизнь, любить людей, но к сердцу подпускаю и близко в душ только тех, которые проходят некую проверочку у меня и у которых я прохожу проверку. Другим же людям можно помогать не столь сближаясь, близко, но друзей, товарищей в круг пускают только определенных. Потому что я все-таки тоже живой человек и болезненно это все переношу. Но не отрекаюсь от своего опыта, а продолжаю им делиться лишь потому, что это является моим предназначением получать болезненный тяжелый опыт, а перерабатывать его понятным языком и предоставлять людям, чтобы они этого не делали. Я пишу книги, увлекаюсь астрологией, обожаю просто космос и звезды, но не могла долго эти увлечения опустить в правильное русло, потому что они различные. После личной же трансформации поняла, как могу данными знаниями правильно управлять и быть при этом все равно полезной. Именно поэтому делюсь советами, какими-то рекомендациями, техниками, методиками, которые помогают лично мне и окружению в достижении поставленных целей. На этом не останавливаюсь, продолжаю обучаться всегда сама, развиваюсь и всегда открыта к общению, вопросам, знакомству и дружбе с людьми. И могу именно вас научить быть смелыми, энергичными, эффективными, продуктивными и целеустремленными людьми. И все это потому, что у меня есть небольшой послужной список, который я расскажу вам. Мой путь к пониманию себя, к сожалению, был долг, и я хочу ваш путь сократить этот. И все потому, что я прошла десятки эффективных тренингов, марафонов, курсов и проектов по саморазвитию. Обучалась у топовых российских гуру сетевого бизнеса, у психологов, регрессологов, бизнесменов. Также у зарубежных бизнес-тренеров по развитию и личностному росту. Провела более 50 результативных консультаций по смене мышления. Самая ведь лучшая награда для меня, это когда каждому обратившемуся я становлюсь максимально полезной. И люди получают вследствие этой всех коллабораций хорошие результаты для себя и своих близких. Также, как я уже сказала ранее, я вышла из токсичных отношений, без депрессии и живу с дочкой теперь в кайф. Любые отношения, ведь мы прекрасно понимаем, это взаимная работа обоих людей. Но если отношения не приносят комфорта, понимания, общения друг с другом, взаимных каких-то желаний, достижений, то нужно это в корне изменять обязательно. Имела также опыт построения команды в сетевом бизнесе. Сейчас это для меня просто хобби, причем любимое, где я являюсь просто представителем двух компаний, но не развиваю это дело, потому что нашла себя в другом. Просто поймите, у каждого человека есть за спиной свой собственный опыт. И о своем я тоже говорю, не хочу молчать и кому-то, скажем так, врать, либо вы узнаете и скажете, что это не сказано. И поскольку более шести лет я уже развиваюсь по совершенно разным направлениям, как вы могли уже заметить, а мной решено было собирать весь опыт, потому что бессмысленно его растрачивать направо и налево, либо забывать. Причем имеющийся опыт за спиной техзнаний, обучений я начала собирать в книге, мини-книги, PDF-отчеты. И на данный момент у меня одна бизнес-книга, которая помогла не одному человеку уже пройти некоторый путь, который называется «Лохотрон – этот ваш сетевой личный опыт, психологический подход». Одна книга по психологии «Красота изнутри, живи и кайфуй», более 15 PDF-отчетов на совершенно разные тематики. И одна мини-книга по продвижению себя в сети интернет «Прорыв, ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете» называется. И напоследок я хочу напомнить, что каждый месяц я запускаю два своих марафона в первые лунные сутки «Путь изобилия», в пятые лунные сутки «Познание семи чакр». Об этих марафонах вы можете послушать в других видео, в которых я рассказываю более подробно о том или ином марафоне. Также я консультирую людей на совершенно разные тематики, о которых тоже говорю в другом видео. Поищите, пожалуйста, и посмотрите. Если не находите, спросите ссылку, я расскажу и дам. И напоследок я хочу напомнить, что я обычный человек, который живет за городом и любит спокойную, размеренную жизнь. Готова с каждым из вас сотрудничать. Предлагайте свои варианты сотрудничества.